Казахстан запишет по-новому. Как будет выглядеть азбука, сейчас решают в парламенте страны. Там представили первый рабочий вариант нового алфавита. Перейти на латиницу предложил Нурсултан Назарбаев. Зачем это нужно, расскажет Гульмира Жанзакова. 25 буквенных знаков вместо 42. Столько будет в новом алфавите. Рабочая группа, лингвисты, политики, историки обсуждали разные варианты, лучшие представили мажорису парламента. Дополнительно разработчики учли особенности казахского языка и создали 8 диграфов для обозначения двойных сочетаний звуков. Мы задумывались о замене казахстанского алфавита уже в первые годы независимости, но мы не приступили к этому сразу, как это сделали другие. Мы долго размышляли, всесторонне обдумывали, взвешивали все за и против. Сейчас 80% народов мира освоили эту графику, пользуются ею. 70% информации формируется с ее помощью. Казахская письменность за свою историю менялась не раз до революции. Она была основана на арабской вязи. С приходом советской власти алфавит стал латинским. А перед Второй мировой войной письменность всех народов СССР власти изменили на кириллицу. Мы впервые в истории Казахстана, исходя из многолетнего анализа, исходя из прагматизма, исходя из собственного желания, переходим, благодаря собственному решению, на новое оформление. Депутаты пояснили, переход на латиницу не означает отказ от русского языка. Изменения не коснутся и изданий, которые сейчас на нем выходят. Они продолжат писать кириллицей. Гульмира Жанзакова, Жанат Кинжибеков, МИР24. Самый яркий исторический пример перехода на латиницу подала Турция. Власти этой страны решились на смену алфавита в 1928 году. Тогда против отказа от арабской вязи выступили многочисленные консерваторы. Но реформа все-таки состоялась.